Храм Святой Мученицы Татьяны Чин Великого Освящения Воды принято считать, что она вся становится святой. Предполагается, что Божья благодать получает стихия. В целом они какие-то отдельные источники воды или сосуды. Однако верующие стремятся набрать крещенскую воду именно в локациях, где был проведен церковный обряд. В этот праздник мы знаем, что этот праздник сам по себе еще и именуется Богоявлением, поскольку является Господь во всей полноте. Слышен глаз Божий с небес, сей есть Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволих. То есть Троица свидетельствует о себе, что Бог воплотился в человека и Дух Святый сходит на Христа. Вот это первое, когда люди увидели Бога во всей полноте. Окунаются в освященную купель, очищая при этом разум и душу прихожане всех возрастов. Для 10-летнего Артема крещение – один из самых главных церковных праздников. Для того, чтобы праздник крещения был не только духовным, но и безопасным, здесь есть представители экстренных служб. Скажите, пожалуйста, по роду своей работы часто приходится во время крещения профессиональные навыки как-то применять? И какой риск есть? Переохлаждение или неподготовленное? Да, вдруг если кто-то замерзнет, поймается в другую. Для его же безопасности надо быть рядом. Но вот исходя из опыта прошлого, как голымчане в принципе-то окунаются подготовленными? Да, подготовленные, профессиональные. Набережная реки Ингуягун – еще одно место притяжения для всех православных прихожан, чтобы отметить один из самых главных праздников во христианстве – это Великое Крещение Господне. Здесь также дежурят машины экстренных служб, но вот по отзывам сотрудников МЧС и представителей кареты скорой помощи, коголымчане очень ответственно относятся к окунанию в проруби во время крещения. И эксцессов, связанных с тем, что кому-то стало плохо во время окунания, в Коголыме уже несколько лет не фиксируется. Анатолий Священский уже 10 лет каждый праздник Крещения окунается в купели. Для коголымчанина это не просто традиция, а духовное самоочищение. Всем здравия, духа крепко, с Божьей милостью и благодатью, чтобы всем пребывали здравием под десницей Господа Бога нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. С каким настроем пришли? С хорошим. Поздравьте всех с Крещением, пожалуйста. Поздравляю всех с Крещением. Желаю всего хорошего. Любите всех. Праздник Крещения в этом году для коголымчан особый. Каждый верующий мог приложиться к мощам Николая Чудотворца. Ковчег со святыней доставили в Коголым 17 января, а уже сегодня вечером проводили в Санкт-Петербург Воскресенский Новодевичий монастырь, откуда мощи были привезены в Югру. Никита Рогозин, Максим Полозов. Наши города.